Хорошо, Вера. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1963 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Нашла. И снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом в данном виде, согласно своему эфирному коду. Выходит из биоробота и становится перед тобой. У меня голограмма. Отлично, хорошо. И голограмма. И выходит оригинал. Один, два, три. Да, есть. Обе оригиналы голограмма упаковываются сейчас в защитные костюмы. Один, два, три. И поднимая в комнату диагностики. Один, два, три. Да, мы здесь. И у нее над головой. Я не могу понять, что это. Как пропеллер какой-то крутится. Понятно. Хорошо, тогда сделаем так. На него показывает. Я понял, да. Голограмма стоит там, да? Да, рядом. Хорошо, я даю команду. Голограмма отправляется в клетку-тюрьму. Один, два, три. Она подключена к этому пропеллеру-голограмму. Хорошо. И силой моего намерения этот пропеллер выходит из-за биополя. Один, два, три. Зависает в воздухе. Вместе с голограммой. Вместе с голограммой идет в клетку-тюрьму. Иначе мы не просканируем. У меня еще что-то в голове. Сейчас будем убирать. Хорошо. Давай сделаем так. Вот это, что у нас сейчас находится в клетке, да? Угу. И я даю команду. И выстраивается канал от этой подключки к ответственному. Один, два, три. И силой моего намерения я притягиваю в клетку-тюрьму. Он становится заложником. Один, два, три. Снимаются все маски, голограммы? Ну, это рептилоид. Грей. И у нее есть инсектоид. Я вот по телам сейчас смотрю. Желтое и оранжевое там полное яйца. Кто еще? Там низкая вибрационная меня интересует. А они как заблокированные. Понятно, Вера. Бесполезно сейчас, ты не увидишь. Давай пропускай через скэнер. И защита у нас стоит между тобой и ими, да? Да. Отлично. Все. И я даю команду. Лариса стоит в скэннере. И на счет три. Скэннер начинает сканировать все ее тонкие тела. Выявляя любые подключки, любые импланты, моментально в этих местах. Загорается ярко красные маячки. Начинает мигать. По чистоте притягивается в клетку-тюрьму. Один, два, три. Пошел процесс. А у нее красное тело как закубированное в какое-то, как забетонированное. Да вот он мне и нужен сейчас. Кто там вытащит. Скэнер работает на полную мощность, особенно по первой чакре. А ну знаешь, как молния раскрывается посередине, да? Вот, грубо говоря. И вот тогда оболочка вся с ней снимается. Она снялась? Да, и в клетку идет. Хорошо. И ответственность за эту подключку кто у нас? Выстраивается от нее канал. Ответственность притягивается в клетку-тюрьму. Один, два, три. Ну это похоже на демона, но это что-то... Я говорил, что у нас вечер демонов. День вечера. День демонов. Глаза горят. Отлично. То есть демон замер в клетке. Один, два, три. Шипит это. Это что-то нижнее, не знаю. Считай цифры над головой. Один, два, три. Двадцать пять. Чуть громче, Вера. Двадцать пять. Двадцать пять. Демон замер... Да, 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 то что? Не знаю, демон, не демон. Это вот так вот лапы у него какие-то. Он вот эти лапы положил на эту, которая снялась... Что это сказать? Как ее назвать? Даже не знаю. Оболочка вот эта, он на нее лапы положил и так и сидит. Он, считай, поставим маячок органический, неорганический. Если органический зеленый, если неорганический красный. Один, два, три. Но он зеленый, а оболочка красный. Ну, это понятно, да. Понятно, да. Переходим к Ларисе. Кто у нас в клетке, Вера? Значит, у нас инсектоид. Рептилоид, рептилоид. В руках у него пульт. И силами его намерения этот пульт у рептилоида переносится в другую клетку. Он для него недосягаем. Один, два, три. Он перенеслась сейчас туда, где копия и вот этот пропеллер, как я говорил, вентилятор, как назвать, не знаю. Понятно. Считай цифру рептилоиду над головой. Один, два, три. 103. 103. Хорошо, поехали дальше. Сколько игреев? Трое. Неорганический. Красным цветом загорается. Один, два, три. Один неорганический. Они тебе белый флаг выкинули. Говорит, сдаемся. Я тебе говорил сегодня, приходил и говорил, что я вас вытащу. Поздно выкинули белый флаг. Ты меня видел, Грей, когда я приходил сегодня? Ты видел, когда я приходил сегодня? Пару часов назад. Вам передавали от меня? Не успели все вытащить. Вам передавали. И они это не ответ. Ты видел меня, когда я приходил? Как сказать, импульсы он чувствовал. Импульсы чувствовал. А вслух тебе говорили, что мы придем? Не ожидали так скоро. Хорошо. Греев 2 плюс 1. Посмотрим. Если обманете в чем-то, на один вопрос не ответите, вот этот робот, он сгорит сегодня в галактическом ядре. Вы это поняли? Малейшая попытка обмануть, малейшая попытка ставить проводочек, чип, датчик или что-нибудь, это для вас закончится фатально. Я не шучу. Поняли. Все хорошо. Значит, 2 Греев плюс 1, рептилоид, инзиктоид. И кто у нас вот эта сущность? Кто еще там, кстати, кроме них? Больше никого. У нас в отдельной клетке, это голограмма ее. Голограмма. Да, голограмма вместе с копией, тонкой копией еще. А кто голограмму установил? Это все, вот, Греи, рептики, к ним относятся. Вот этот пульт там, голограмма и вот, как вентилятор, что-то такое. Ага, отлично. Хорошо, будет на ком испытать сегодня? Который в голове крепился и там в голове... Ну вот, я сегодня испытаю, как этот вентилятор над головой работает у них. Или у кого-нибудь другого. Обязательно испытаю. Хорошо. Греи на рептики показывают. На нем испытываю. На нем и испытаю. Кто устанавливал, на том и испытаю. Хорошо. Так, Вера. Их оборудование пишу. И я подхожу к этой сущности. Сколько у нее герц, это демон или кто он? Представься. Можешь говорить. Малейшее воздействие предупреждая сразу, и отбивая рога здесь на месте. И начиная тебя сжечь таким огнем, что ты вообще ничего не вспомнишь. Ты понял, демон? Привет. Я не... Приветствую. Вот сейчас ты меня приветствуй. Через 10... Полчаса я тебя вытаскивал, а сейчас ты меня приветствуешь. Приветствую я тебя. Тебе передавали от меня привет сегодня? Да. И что ты ответил? Не такие приходили. Это так было? И не обнаружили. Или что ты там сказал? Я тебе сейчас буду доказывать обратное, что те приходили, которые надо приходили. Если ты сегодня не будешь отвечать и кооперировать со мной, я буду на тебя воздействовать. И у меня есть чем... У него 35 Гц. 35 Гц, демон, 35 Гц. Как ты вообще зашел в ее тело? Но он, знаешь, он не демон какой-то. Он как демон, но на нем какие-то наросты по всему телу. Он как кожа такая у него, как... Снимается все маски. Хорошо, снимается все маски и голограммы. Демон, представь, первозданное видео. Это мой первозданный вид. Кто ты? Назови свое имя. Как тебя называть? Архар. Архар. У нас сегодня какой-то день демонов. Ты четвертый, который мы сегодня вытаскиваем. Он какой-то полудемон, полусущность. А что ты за сущность вообще такая? Кто ты, я не пойму, Архар? А ну, объясни мне. Что это за 35 Гц и как ты выглядишь по-другому? Помесь. У него какие-то даже как крылья сзади. Вот с птицей. Знаешь, бывают низкие вот этих миров птицы. Понятно. Но копыта. Но 35 Гц. К каким демонам ты относишься, Архар? Полукровка, он говорит. Полукровка. Но 35 Гц это не шутка. У меня к тебе будет особый сегодня разговор. Ты мне должен будешь объяснить, как ты зашел в это тело. И почему, во-первых, прежде всего ты зашел в это тело. У тебя есть вообще какие-то права, чтобы находиться в этом биополе? У тебя есть какие-то контракты? Мы с ней договорились. Это меня не действует. Эти разговоры, ты знаешь, мне уже такое рассказывали. Мы договорились. Вот эти товарищи, которые рядом с тобой стоят, они тоже договорились. Ты посмотришь, что сегодня с ними будет вместе с тобой. Если ты мне будешь отвечать не то, что я хочу слышать. Я говорю правду. Мы договорились. Что ты ей пообещал и когда? Как долго ты сидишь в этом теле? Пять. Пять лет. Хорошо. Это ты ей на ухо шептал в левое? Они установили там устройство. А, Крей? А я забрал. А ты забрал что? Ну, он говорит, красную чакру, красное тело. А кто тебе разрешал его забирать? Ну, он говорит, ты не поверишь, но она сама. И красное тело он как раз, ну, он его полностью забрал, получается. Не только в ногах, я имею в виду и голова, и все. Я не поверю по одной простой причине, потому что это был не сознательный договор человека. Ты обманул. Для нас это не важно. А для меня это важно. Я сейчас достану этот договор и контракт, и сожгу его на твоих глазах. Сегодня же. А после этого подумай, что делать с тобой. Я пока не слышу ответов. На что ты подцепился? Что ты пообещал пять лет назад? Мужчину пообещал. И дал ты этого мужчину? Она получила меня. И вот это ты называешь контрактом, демон? Ну, ты, чувак, даешь. Ну, ты даешь. Обалдеть. Беспредельщики вы реально. Просто беспредельщики. Это наша суть. Ну, ты знаешь, я встречал намного серьезнее и намного опытнее демонов. И выше тебя рангом раза в два. Ты не знаешь, где там случайно Вильзибул сейчас находится? Я там давно не был. Вот. Вот когда придешь, узнаешь, что я его отправил в одно место. Откуда не приходит очень быстро энергии царя Соломона. Я тебя просто предупреждаю сейчас, что ты находишься... Куда ты имеешь такие силы? Откуда? Хорошо. И в моих руках появляется маленький шар энергии царя Соломона. Один, два, три. Демон. Он говорит, что это идеальное оружие для нас. Но против нас. Абсолютно верно. Я это убираю сейчас. Она входит в мое биополе. Я это тебе показал только по одной простой причине. Чтоб ты понял серьезность нашего сегодняшнего разговора с тобой. Он говорит, кто-то это очень редко... Не редко, а редко... Редко. Эксклюзивно это называется слово. У кого оно есть. Он сказал... Он говорит, я бы даже сказал больше. Я больше никого не знаю, кроме самого царя. У кого это есть. Хорошо. Сейчас ты первый раз это в своей жизни увидел. Уже несколько демонов видел, а двое испытали на себе. Я тебя понял. Хорошо, демон. Значит, тогда давай сделаем так, чтобы мы сегодня с тобой, Архар, решили все проблемы по-деловому. Ты будешь отвечать на мои вопросы, ты будешь кооперировать. Если мне какой-нибудь вопрос в голову придет, я тебе его задам, ты мне на него вежливо ответишь. Если я не услышу правильного ответа, я начинаю нервничать туда. Я не хочу нервничать. Я принимаю твое правило. Хорошо, договорились. И после этого, если мы все решим, я не буду тебя воздействовать, я отправлю тебя на свою чистоту. Без всякого воздействия. Хорошо. Объявляю программу на сегодня всем. Сейчас состоится реверс энергии. Мы будем забирать у вас, отдавать вам все черные энергии, которые вы дали. И после этого мы заберем все чистые энергии. После этого я дам команду и обращаю внимание каждого, особенно инзиктоида. Если он забудет хоть одно яйцо, хоть что-нибудь малейшее, то же самое всех касается, то я буду проверку проводить одним миллионом герц. После этого оно не только сгорит, а сгорит по каналу и ответственный тот, который что-то оставил. Поэтому я предупреждаю, вытаскивайте и следуйте моим командам, и будет вам хорошо. Все поняли? Не все поняли, но у тонкой копии у нее голова, она перетянута каким-то... Перетянута? Ну да, каким-то таким устройством. Хорошо. Как тиске она издавила голову, и она ее так снять хочет, наверх тянет. Сейчас от этой подключки идет канал к ответственному, и над его клеткой загорается ярко-красный маячок. Один, два, три. Ну, рептилоид. Это все часть конструкции. Ну, отлично, хорошо. Я так говорю, желанием сегодня это все на рептилоиды установить. Хорошо, Вера, мы сейчас ничего не можем сделать, мы должны провести реверс, только после этого мы можем уже тогда убирать это все. Хорошо. Переходим к реверсу. Я даю команду тонкой копии Ларисы спроецировать все энергетические и сферические каналы к подселенцам ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в обеополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы из сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных послеформ. Пошла энергия по каналам. Получила, возвращается к ним назад. Саша, у нас канал выстроился еще вот к этой голограмме, голограмме, которая... Да. И к ней тоже идет энергия такая, знаешь, как электрическая какая-то, электрическая. Понятно. А с кем по каналу у нас связана эта вот эта вот копия? С рептиками? Грей-рептики. Ой, Грей, ой, я уже на вас злой. А ну-ка рассказывайте, что вы там на голову установили? Кто установил? Они показывают на этого третьего робота. Грей, я таких шуток не понимаю. Я сейчас его сожгу прямо на ваших глазах. Я жду, я даю вам вторую попытку и последнюю. Это все он. Кто он? Ну, этот робот. Кто давал команду роботу? Рептик. Рептик ему давал команду. Мы просто наблюдали. Вы наблюдали, отлично. И робот выходит из клетки, зависает в воздухе. Один, два, три. Ай, ты плохой-плохой робот. Нельзя так делать. Плохой-плохой. Открывается под ним портал в галактическое дро. Один, два, три. Робот улетает. Перерабатывает в чистейшую первичную энергию. Закрывает, печатает. Растворяет. Итак, Грей, я второй раз спрашиваю. Что это на голове за перетянутое? Трансформатор. Что он трансформирует? Транслировал он что-то. Транслейтер. Трансформатор. Что вы трансформировали и куда? От нее куда-то или откуда-то к ней? Ну, это работало в обе стороны, через копию. Следующий вопрос. Кто из вас говорил в левое ухо? Ей говорит много, что транслировалось. Это не ответ. Второе предупреждение. Третьего не будет, начиная воздействовать. Кто ей говорил в ухо? Устройство. Оно в левом ухе установлено? Везде в голове. По позвоночнику идет. А что это за эксперимент, Грей? Зачем вы человека убивали? На ком основании вы это все установили? Забрав у него все свободы, все энергии. Они пытались создать биоробота из копии. Хорошо. Сегодня я из вас буду делать биоробота. Получается, они через нее давали команды, голограммик. Делали тонкую копию из голограммы. Создавали. Чтобы она была на 100% похожа. И реагировала. Чья идея это была? Того, кого в галактическое это разбросил. Я вас сейчас всех туда отправлю. Если ты мне еще один раз такое скажешь. Роботы не могут инициативу проявлять. Они исполняют команды. Если ты меня считаешь за идиота, то я тебе сейчас докажу обратное. Ты это понял, Грей? Каждому по удару... Успокойся, мы поняли. Стоп. Каждый получает по удару копьем. Один, два, три. На их чистоте. Не пей нас. Мы тебя знаем. Ты не шутишь. Это было общее решение, согласованное с рептилоидами. Вот это я хотел услышать. Хорошо. Так, реверс закончился, Вера? Они забрали все? Сейчас, подожди. Да, все забрали. И устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы. Один, два, три. И в порядке реверса Лариса забирает чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли. До последней капли возвращает Лариса себе обратно. Она, хозяйка своей энергии, возвращает всю свою себе обратно. Пошла энергия. Красная идет от демона. Красная идет от демона. Да, хорошо. Человеческая идет от голограммы. Жизненную энергию воровали. Отлично, понял. Хорошо. Ну, это уже садизм. Зеленая от рептиков. Синяя энергия идет от... Сердце забирало энергию. Ааа, кто это? Нет, подожди. Зеленая идет от греев. Синяя от рептилоида. Две верхнего чакры ударили. Хорошо. Синяя или фиолетовая? Светло-синяя. Какой чакры? Синяя от рептиков. Синяя, по третьему глазу, да. Хорошо. И что у нас здесь? Инсектоид желто-оранжевый отдает. Так, инсектоид, как долго ты сидел в этом теле? Три года. Когда подселился. Ситуация. Он показывает, как день рождения. Стол. Он толстый такой, как себя показывает. Искал. Что-то они любят праздники вместе с драконами. Когда люди отмечают. И он увидел рептилоида. Угу. Понятно. Хорошо. Инсектоид, когда я дам команду вытаскивать яйца, не шути. Я буду проверять. Если что-то обнаружу, уничтожу. Поэтому лучше сразу исполняй команды. Понял? Да, он понял. Хорошо. Так. Грей, как долго вы сидите в этом теле? У него 7 лет. Вместе с рептилоидом. Обалдеть. 8 лет. Хорошо. Демон, как долго ты сидишь в этом теле? А, 5 лет ты уже сказал, да. Хорошо. Они все отдали. Все отдали. Отлично. Хорошо. Все. И вот наступил этот момент. Я сейчас даю команду. Все выходят из клетки. Вытаскивают все, что оставили в биополе. После этого я провожу проверку. Те, кто пройдет проверку успешно, после разговора со мной, я отпускаю на их чистоту. Те, кто не пройдет проверку, те будут наказаны сам суровым образом. Приступайте. Доложите потом о готовности к проверке. Они снимают с головы, игры, вот эту, как ленту, такую металлическую, которая давит. От нее идут провода, от нее идет, как такая труба, от уха к уху, что ли. Вытаскивают они горизонтально в голове. Куча присосок, позвоночника вниз идут. Постарались. Все это внизу тоже установлено на бедра, что ли. Ниже поясницы, в общем. Да, уж. Не сняли. И она находится сейчас, подожди, в скэнере. Я даю команду скэнеру, скэнеру начать проверку, окончательную проверку на любой чужеродный артефакт. Подключить кучип-датчик, любого интерферента, который остался незамечен. Один, два, три, скэнер начинает сканировать полностью сверху донизу. Тонкие тела Ларисы, все семь тонких тел сканируются. Если скэнер ничего не обнаружит, загорается зеленая лампочка, если что-то осталось красное. И интерферент начинает мигать красной лампочкой. Синим, забыли что-то в синем теле. Кто? В синем теле забыли, Грей, еще что-то на уровне рта. Так, я вас всех предупреждал за обман. Что бывает? Грей? Сняли они. Сейчас идут дальше. Готово. Хорошо. Какой цвет? Зеленый-красный один? Зеленый. Зеленый, отлично. Хорошо. Так, и вот это все, что сняли Грей, устанавливается на рептилоида. Силам его на мере 1, 2, 3. И включая на полную мощность, пошла энергия. Ощути на себе теперь. На него даже на руках и ногах как такие, как на голове стояло такое же, как оковые, я бы сказала, толстые такие. Всю боль, которую он ей дал, за эти 8 лет возвращается к нему назад. Не толстые, а широкие. Понимаю. А рептика рет. Она тоже орала, рептилоид. Ей тоже было больно. Как поступать? Скажи мне. Он говорит, это не мои волны. Сними это с меня. Стоп. Снимай это с него. И это все устанавливается на 2 Греев. 1, 2, 3. Полностью ничего не могут делать. И включая это на полную мощность, пошла энергия. Грей рептилоид сказал, что это не его. Это ваша энергия. Правда? Забирайте вы тогда назад, что вы дали человеку всю эту боль. В общем, получается, что в голове вот эти волны идут какие-то, ну, как электрические, они, которые проходили через голограмму, но это человеческие волны. И они им чужды тому рептилоиду плохо. А нам чужды его вибрации и энергии, рептилоид. Мне чужды твои энергии и вибрации. И тебе это все равно. Ты все равно установил в человеке вот эту конструкцию. Ай, он пультом вот это все регулировал. Включал, отключал, давал. Понятно. И я сейчас включаю пульт. И нужно грейк стоит сюда, Вера. Да, да, да. И давай, я начинаю на кнопочки там наживать. Пусть они там тоже обрадуются. Но через них как молния проходит ток. Ладно, хватит. Стоп. Ну что, рептилоид, опять на тебя установить? У меня пульт понравился у вас. Классный такой. Не надо. Не надо. И теперь расскажи, как мы будем с вами поступать? Какие вы мне дадите обязательства, чтобы я мог им поверить? Сюда не вернемся. Хорошо. Если вы сюда вернетесь, ты видел, что было с роботом. Вы все видели, что было с роботом. Это будет и с вами. Вы это поняли? Я всех впрашиваю. Говорит, что мы это поняли, но у нее будут еще симптомы. Значит так, Грей. У вас есть энергетика для лечения вот этих симптомов. Не так ли? У вас есть это лекарство, я знаю. Они говорят, что оно не доработано до конца. Не доработано. Ну я не знаю, тогда вы нанесли человеку урон в жизни. Я теперь буду как-то это компенсировать. Если вы не хотите сами лечить, значит тогда я буду мучить вас. И возвращать вам весь негатив, который вы ей дали за 8 лет. Сейчас он объясняет, что у людей есть привычки. Это будет у нее как привычка, но она со временем пройдет. Какая привычка? О чем он говорит вообще? О каких симптомах? Волны, которые проходили через ее голову. И какую реакцию вызывали? Голоса в том числе, он говорит. То есть они говорят, что дальше будет от нее зависеть. Если у нее сложилась привычка, то она фантомно будет это принимать. Вот это они говорят. Меня такой вариант не устраивает, я вам сразу говорю. Я не буду вас отпускать, если вы не решите эту проблему. Вы установили это все, это от вас идет. И ты мне сейчас говоришь, отпусти меня и оставляю тебя с этой проблемой. Меня такой вариант не устраивает. Вы нанесли урон человеку. Если вы его не сможете сейчас исправить, то я сделаю такой урон вам, что вы не сможете больше ничего. У вас будут голоса мои в голове. Или вы сейчас сделаете так, как было до того, как вы пришли. Или я сейчас опять начну на вас устанавливать, на каждого, в отдельности, начиная с рептилоида, потом в отдельности на каждого Грея. И буду проверять на кнопочке на пульте, как оно работает. Можете быть уверены, я люблю на кнопки нажимать. Итак, Грей, я слушаю. Решение проблемы. Как вы собираетесь это все выглаживать? Заглаживать, вернее. Грея, они молчат? Сейчас, секунду. Он пытается сказать, про какую-то энергию рассказать. Быстро пытается. Потому что мое терпение заканчивается уже. Он говорит, что есть энергия, она зеленоватая. Как изумрудная. Как она называется? Живая. Живая изумрудная энергия. Хорошо, сейчас проверим. Вера, мы все каналы отбили, мы можем отпускать инзиктоиды. Мы каналы не отбивали еще. Хорошо, и я подхожу туда к Ларисе, кладу ей руки на плечи и блокирую все каналы и моей собственной энергии. Готовлю удар в полмиллиона герц, сжигая все каналы, все присадки, все импланты. Один, два, три. Удар. Отрубается и сжигаются все каналы. Да, есть. И открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Вот они говорят, что это межгалактическая какая-то энергия, которая работает для многих рас. Заживляющая. Не живая, а заживляющая. Но она ей живая. И я даю команду. И в макушку головы Лариса начинает поступать. Один, два, три. Пошел канал. Заживляет все раны, которые были оставлены интерферентами. Есть канал, Вера? Сейчас подожди, формируется что-то. Грей говорит, что надо сказать, что для человеческой расы. Приспособленная энергия для человеческой расы. Один, два, три. Да, пошел поток. Сама энергия, она светлая такая. Даже не светлая, а скалопрозрачная, как поток. Но в ней вот эти изумрудные мерцания. И они ее покрывают все полностью и заходят. Очень хорошо. Хорошо, Грей, зачет вам. Не буду больше вас сегодня трогать. Вы решили проблему. Вернее, подсказали, как ее решить. Ждем окончания процесса. Все, все тела у нее получили эту энергию. Хорошо. У меня больше нет никаких вопросов к Грею. Благодарю Грею за сотрудничество. Надеюсь, в этом теле, да. Останови поблагодарю энергию. И останавливай энергию. И посылай энергию благодарности этой энергии, которая пришла и помогла. Мы благодарим изумрудную энергию, космическую энергию, заживляющую энергию, которая нам сегодня для Ларисы была дана. Она посылает энергию благодарности. И она уходит. Есть? Да, она остановилась. Отлично. Благодарим ее. Она будет работать, если ее благодаришь. То есть она сейчас мерцает вот такими изумрудниками все. Очень хорошо. Значит, тогда Ларисе надо благодарить эту энергию, которая в ней находится, и она будет ей помогать. Хорошо. Так. Грей, готова уходить? Да, готова. Еще как. Я понимаю. Даже не останетесь на чаек. Давай мы вот сперва уберем. Кого? Грамму и вот эти все. Хорошо. Что они установили? Все искусственное, что сейчас находится в клетках, выходит в центр нашей комнаты. Один, два, три. Есть. И открывается под ним портал в галактической ядре. Один, два, три. И оно улетается на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Сейчас чистенько, да? Да. Хорошо. Кто у нас там первый стоит, Вера? Инзектоид с яйцами. Инзектоид готов уходить? Кивает. Я понимаю. Больше тогда в это тело не приходи. Открывается наверху портал на частоте энзектоида. Один, два, три. Инзектоид уходит на свою частоту, забывает дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Он с такой развалкой, он толстый такой, вывалился в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Видишь, а ты о диетах рассказываешь. Вон, посмотри на энзектоида. Открывается наверху портал на частоте рептилоида. Один, два, три. Рептилоид вылетает на свою частоту. Еще раз увижу, накажу. 1, 2, 3. Пошел. Закрывай, опечатай, растворяй. Грей, благодарю вас. Открывается наверху портал на частоте Грея. 1, 2, 3. Грей уходит на свою частоту. Никогда больше не приходит в это тело. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Демон. Архар. Будешь ждать, когда я контракт сейчас расторгну? Или поверишь на слово, что я его расторгну? Он говорит, что я узнаю, если ты его расторгнешь. Хорошо. Значит, я тогда не буду тебя задерживать. Ты понял сегодня нашу встречу. И я тебя прошу, даже не пытайся перепроверить. Потому что мне позвонит Лариса. И через 15 минут я уже буду рядом с тобой стоять. Вернее, ты будешь в клетке, а я буду перед ней. Скажи, что ты копии расторгнешь тоже. Не понял. Копии, копии идет, слово копии. Я все копии, все контракты, все договора, все зеркала, все расторгну полностью. Хорошо, Демон. Готово ходить? С зубами скрипит, мне нравится. Да, готов. Не понял, а что он ему не нравится? Ты что, он мне так показывает свою благодарность? Не, он думал, что он через контракты попадет назад. Хорошо, Демон, остаешься в клетке. У тебя был шанс нормально все послушать. Значит, тогда замираешь и смотришь весь этот спектакль дальше. Все, Демон замер. Поехали. Слушай, но у него рядом, он вот это вот, я не знаю, как ее назвать, он ее держит в то, что она была закупирована полностью. А, вот это хорошо. Как мумия такая штука. А, ну это хорошо, эту мумию я одеваю на Демона. Один, два, три. Все, он в ней. Включая на полную мощность. Работает? Ну, он колбасится в ней там. Демон, остановить или еще будешь там со мной играться? Выпустить. Стоп. Хорошо. Будешь ждать, пока я контракт не расторгну. И переходим на чистоту. Демон замер в клетке. И переходим на чистоту. Я тебе верю, он говорит. Я верю, отпусти меня. Зубами еще будешь скрижетать мне там? Недовольство показывать. Я думал, ты мне благодарен. Он говорит, это моя реакция. У всех она разная. Ну, хорошо, Демон. Демон, больше я никогда тебя в этом теле даже не увижу. Ты мне это сейчас должен сказать. Если ты мне скажешь, что ты понял, то тогда тебе будет понятны и последствия нашей следующей встречи. Понял. Хорошо. Открывается внизу портал на частоте демона. Один, два, три. Он уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму сверху. Она забирает эту мою... Нет, она сгорит. Она остается в клетке. Один, два, три. Открывается под ней портал в галактическое ядро. Она улетает в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Никто не получит назад ничего. Так, готово. Все равно, что садисту отдавать назад его инструменты. Хорошо, поехали дальше. Все у нас чисто в комнате. Переходим на частоту магическое воздействие. Один, два, три. Если таково есть, оно проявляется. Один, два, три. Я не знаю, воздействие это или нет, но рядом с ней какая-то такая, как черная труба появилась. Черная труба. Я даю команду, эта черная труба отправляется в клетку-тюрьму. Один, два, три. И ответственный по... Выстраивается канал от этой черной трубы. И ответственный по этому каналу притягивается в клетку-тюрьму и становится его заложником силами. Его намерение, да будет так. А так и есть. Нету никого. Это негатив. Негатив скопленный. Это ее собственный. Ну не труба, а знаешь, такое, как черная длинная полоса просто. Ну, такая, как труба в форме. Понятно. Это было ее собственное выработанное, да? Негатив ее, да. Хорошо. Открываем портал в галактическое дро. Один, два, три. Оно уходит до последнего микрона в галактическое дро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Какой-то, знаешь, как гнев, что ли, какой-то. Ну, вполне понятно, если с такими пассажирами, вот как эти у нас в поезде. Готово. Хорошо, все, поехали дальше. Переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Один, два, три. Нет, никому. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Один, два, три. Чисто. Переходим на чистоту негативной эгрегоры, мешающей жизни и судьбе, здоровью, физическому и энергетическому. Один, два, три. Есть эгрегоры. Хорошо. И мы спрашиваем тонкую копию Ларисы, с какими эгрегорами она хочет согласно расстаться и отключить. Мы ей поможем. Она выбрала. Выбрала какие оставить или какие выбрать? Смотри, у нее пять эгрегоров, три бездействующих и два с энергиями. С энергиями она оставила, а три она избавляется. Понятно. Хорошо. Энергии у нее не хватит. Я подхожу к ней, кладу руки на плечо и проводим работку по отключению негативных эгрегоров. Копия выбрала, какие эгрегоры она хочет отключиться от каких эгрегоров, а какие хочет сохранить. И моей энергией мы воссоздаем сейчас импульс высокоэбборационного шокового удара. И отсекаем от нее все негативные воздействующие на ее жизнь, здоровье, биополе и эгрегоры. Один, два, три. Мощнейший удар пошел. Готово. Открывается портал в галактическое ядро и эти эгрегоры уходят в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Есть. Переходим на чистоту лярв, если таковы есть и не проявляются. Один, два, три. На голове лярва. На что подцепилась? Ну вот она показывает, на глаза закрывает, как боль, на боль. Вот у нее тиски были вот эти, и лярва там же. Все понял, хорошо. Накопилось это было. Хорошо, Вера. Работаешь в спецзащите. Открывается воронка против часовой стрелки. Один, два, три. Появляется твой высоковибрационный инструмент для удаления лярвы. Работай по удалению. Усиливаем мощность высоковибрационного инструмента в 50 раз. До последнего микрона. Все полностью заходит в высоковибрационный инструмент. Готово. И выбрасываем в галактическое ядро. Уходим на переработку в первичную энергию. Один, два, три. Закрывая, печатаю, растворяя. Есть. И живота тонкой копии. Ларисы два пальца ниже пупка. Нежива. Белым цветом. По всем фантомам. Закрывая все порты от внешних темных и патогенных энергий. Сжигая энергии болезней земных и космических. Если осталась негативная энергия, то энергия проявляет ее в виде темных пятен. Один, два, три. Пошел свет. Есть. Открываем воронку против часовой стрелки. Бери высоковибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий вибраций по биополю Ларисы. И приступай к работе. Вычищай. У меня вообще на голове много скопилось сзади, на затылке. Усиливаем мощность высоковибрационного инструмента до последнего микрона. Все полностью засасывается. Высоковибрационный инструмент до последнего микрона. Готово. И утилизируем вместе с инструментом. Защиту выбрасывай, в воронку выбрасываешь, уносишься в галактическое ядро на переработку первичной энергии. Есть. Закрывай, опечатывай, растворяй. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Лариса должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она кивает. Хорошо, я говорю вслух, а я тонкая копия, пусть повторяет за мной. Я. Вызывая все соглашения, контракты, договоры, экземпляры, контрагенты, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вылезли договора? Да. Вылезли. И контракт с демоном загорается ярко-красным цветом, один, два, три, ты его видишь четко, ясно? Есть. А, вот и отлично, хорошо. Пусть он какой-то проверит и выберет, какие договора нужны, какие она хочет аннулировать, это важный момент, Лариса, не оставляйте ничего лишнего. Она говорит, что вы, я вообще не знаю, что вы это, аннулируйте, пожалуйста, все. Хорошо, пусть повторяет за мной. Внутренняя властью моего суверенного я, я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. В эти соглашения по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергией. Пошел возврат энергии. Готово. Отлично. И открывается портал в галактическое ядро, один, два, три. И это все эти контракты ненужные улетают в галактическое ядро и сгорает в чистую первичную энергию, один, два, три, все аннулировано. Да будет так. А так и есть. Готово. Хорошо, пусть повторяет. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки, выражая это намерение своей души и личности. Я отказываюсь от программ страдания, жертвами, беспамятствами, воплощениях, временах и снах. Сила моего намерения да будет так. А так и есть. Прочитала она? Да. Хорошо прочитала? Да, очень хорошо. Выходит эмоциональный фантом Ларисы, один, два, три, проецирует теперь все негативные программы, негативные мысли, формы, а также низкая аббрационная эмоциональная энергия, злость, раздражение, ненависть, гнева, ревность, агрессия. Все это низкая аббрационная ежезгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Черный с красным кругом такой намотался. Отлично. Спрашиваем тонкую копию Ларисы, как она поступит с этой энергией. Убрать. Убрать. И открывается воронка против часовой стрелки в галактической ядре и производим сброс всей негативной и низкой аббрационной энергии, эмоции, мысли насчет один, два, три, пошел сброс. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Подсоединяй тонкую копию Ларисы к источнику высокой аббрационной чистой энергии, которую Лариса получает во время сна. Запроси биополя, сколько энергии нужно Ларисе до полного восстановления и корректировки. Четыреста. И на счет три. В биополе Лариса начинает входить. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Готово. Запускаем процесс активации и идентификации души на счет три. Один, два, три. Пошел процесс. Да, есть. Хорошо. Подсоединяй тонкую копию Ларисы к источнику в ее биополе. Пошел процесс. Есть. Отлично. Какая чистая вибрация максимально комфортная сейчас для биополя Ларисы? Двадцать пять. И подними до необходимого значения двадцать пять герц. Пошел, подъем. Готово. Отлично. Пусть тонкая копия Ларисы вспомнит самый счастливый момент в ее жизни и даст нам числовое значение. Восемьсот шестьдесят. И большая радость. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Ларисы до числового значения восемьсот шестьдесят герц. Пошел, подъем. Есть. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Хорошо. Как она у нас сейчас выглядит? Значит, у нее в середине тело, да? Это вот эта изумрудная энергия, мерцающая такая. И потом все тела идут, как оболочки такие радужные. И потом выше еще идет энергия радости. Понятно. Для Ларисы информация. Лариса, вы можете эту энергию активировать всегда. Вы можете ее благодарностью активировать. Представьте, мерцающую, изумрудную энергию. И этой энергией пошлите просто свою энергию благодарности. Она моментально активируется и начнет сразу же вас необходимое лечение вам давать, которое на тот момент вам будет. Можете прямо желание послать в каком месте тело и направить туда эту энергию. Она моментально на это реагирует. Реагирует. Только всегда посылайте благодарность. Это самая сильная энергия вообще во Вселенной. Хорошо. Мы закончили. И будем возвращать тогда тонкую копию в тело, вера, да? Да. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ларисы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке. Из виленки головного мозга идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Это где-то информация, что нет самой сильной энергии, если энергии равны. Зависит от намерения и желания человека. Да, это верно, безусловно, конечно. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в комнате диагностики. Один, два, три. Да, я здесь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok